Вторая книга Моисея. Исход. Глава первая. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковым, вошли каждый с домом своим. Рувим, Симеон, Левий и Иуда, Иссахар, Завулон и Вениамин, Дан и Нефалим, Гад и Асир. Всех же душ, происшедших от чресл Иакоба, было семьдесят, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими землята. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался, и тем более возрастал так, что опасались сынов Израилевых. И потому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам. И делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами, и от всякой работы полевой, от всякой работы, которой принуждали их с жестокостью. Царь Египетский повелел повивальным бабкам евреанок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, и сказал, «Когда вы будете повивать у евреанок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умиршляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь Египетский, и оставляли детей в живых. Царь Египетский призвал повивальных бабок и сказал им, «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону. Еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, ибо прежде нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроял домы их. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Глава вторая Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца. Но, не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет и сжарилась над ним и сказала, «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой, «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей, «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей, «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, «Я из воды вынула его». Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему, «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал, «Кто поставил тебя начальником и судьею над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал, «Верно узнали об этом деле». И услышал фараона об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. У священника Мадиамского было семь дочерей. Они пришли начерпать воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал, «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали, «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец». Он сказал дочерям своим, «Где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его и пусть он ест хлеб». Моисею понравилось жить у сего человека и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору. Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсан, потому что говорил он, «Я стал пришельцем в чужой земле». Спустя долгое время умер царь египетский, и стинали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу, и услышал Бог стинание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и призрел их Бог. Глава третья Моисей пас овец у Иофора, тести своего священника Модиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, подойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста, и сказал, Моисей, Моисей, он сказал, вот я, и сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога, и сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его, от приставников его, я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли сей, в землю хорошую, и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону, и вывести из Египта сынов Израилевых, и сказал Бог, я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым, и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им. Бог сказал Моисею, Я есмь сущий, и сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака, и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя Моё навеки, и памятование обо Мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых, и скажи им, Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака, и Иакова, и сказал, Я посетил вас, и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал, Я выведу вас от угнетения Египетского в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевых к царю Египетскому, и скажете ему, Господь Бог Евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на три дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь Египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди него, и после того он отпустит вас. И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежды, и вы нарядите ими и сыновей ваших и дочерей ваших, и оберете египтян. Глава четвертая И отвечал Моисей и сказал, «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут, не явился тебе Господь?» И сказал ему Господь, «Что это в руке у тебя?» Он отвечал, «Жезл». Господь сказал, «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Еще сказал ему Господь, «Положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал, «Положи опять руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой уже, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. И сказал Моисей Господу, «О, Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал, «Кто дал уста человеку, кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым, не я ли Господь? И так пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал, «Господи, пошли другого, кого можешь послать?» И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал, «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить, и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих, и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамение. И пошел Моисей и возвратился к Кеофору тестью своему и сказал ему, пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они. И сказал Иофор Моисею, иди с миром. И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской, пойди возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твои. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвратишься в Египет, Смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего. Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сепфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала, ты жених крови у меня, и отошел от него Господь. Тогда сказала она, жених крови по обрезанию. И Господь сказал Аарону, пойди навстречу Моисею в пустыню. И он пошел и встретился с ним при горе Божьей и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном и собрали они всех старейшин сынов Израилевых. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею. И сделал Моисей знамение пред глазами народа. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых и увидел страдания их. И преклонились они и поклонились. Глава пятая После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, Так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но фараон сказал, Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Они сказали, Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на три дня пути, принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом. И сказал им царь египетский, Для чего вы Моисей и Арон отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу. И сказал фараон, Вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его. И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям говоря, не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и третьего дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат, пойдем принесем жертву Богу нашему, дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами. И вышли приставники народа и надзиратели его и сказали народу, так говорит фараон, не даю вам соломы, сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется. И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жниво вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря, выполняйте урочную работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома, а надзирателей и сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновых, били, говоря, почему вы вчера и сегодня не изготавливаете урочного числа кирпичей, как было до сих пор, и пришли надзиратели сынов Израилевых, и возопили к фараону, говоря, для чего ты так поступаешь с рабами твоими. Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи говорят нам делайте, и вот рабов твоих бьют, грех народу твоему. Но он сказал, праздны вы, праздны, поэтому и говорите, пойдем принесем жертву Господу, пойдите же работайте, соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте. И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах, не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день. И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им, да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас. И обратился Моисей к Господу и сказал, Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей, для чего послал меня, ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим, избавить же. Моисей Продолжение следует... 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 и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею, упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты стань на пути его на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою. И скажи ему, Господь Бог евреев послал меня сказать тебе, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь, из сего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. И рыба в реке умрет, и река вас смердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их, и на всякое вместилище вод их, и превратится в кровь, и будет кровь по всей земле египетской, и в деревянных, и в каменных сосудах. И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл, и ударил по воде речной пред глазами фараона, и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река вас смердела, и египтяне не могли пить воды из реки. И была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские чарами своими сделали то же. И ожесточило сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И оборотился фараон, и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось из сил. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось семь дней после того, как Господь поразил реку. Глава восьмая И сказал Господь Моисею, Пойди к фараону и скажи ему, Так говорит Господь, Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражаю всю область твою жабами. И воскишит река жабами, и они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих взойдут жабы. И сказал Господь Моисею, Скажи Аарону, простри руку твою жезлом твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую. Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. То же сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую. И призвал фараон Моисея и Аарона, и сказал, Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня, и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу. Моисей сказал фараону, Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих, и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя, в домах твоих, и остались только в реке. Он сказал, Завтра, Моисей отвечал, Будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш. И удалятся жабы от тебя, от домов твоих, и от рабов твоих, и от твоего народа, только в реке они останутся. Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей возвал Господу о жабах, которых он навел на фараона. И сделал Господь по слову Моисея. Жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды, и восьмердела земля. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею, Скажи Аарону, простри жезл твой, и ударь персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской. Так они и сделали. Аарон простер руку свою жезлом своим, и ударив персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте, и сказали волхвы фараону, это перст Божий. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею, завтра встань рано, явись пред лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песьих мух, и наполнятся домы египтян песьями мухами, и самая земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой прибывает народ мой, и там не будет песьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение. Так и сделал Господь. Налетело множество песьих мух в дом фараонов и в домы рабов его и на всю землю египетскую. Погибала земля от песьих мух. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Но Моисей сказал, «Нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на три дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как Он скажет нам». И сказал фараон, «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко, помолитесь обо мне». Моисей сказал, «Вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу, и удаляться песьи мухи от фараона и от рабов его и от народа его завтра». Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу. И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея и удалил песьих мух от фараона, от рабов его и от народа его. Не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз и не отпустил народа. Глава девятая И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах будет моровая язва весьма тяжкая и разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским и из всего скота сынов израилевых не умрет ничего. И назначил Господь время, сказав, завтра сделает это Господь в земле сей. И сделал это Господь на другой день. И вымер весь скот египетский, а из скота же сынов израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать, и вот из скота сынов израилевых не умерло ничего. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа. И сказал Господь Моисею Иоарону, возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской. Они взяли пепло из печи, и предстали пред лицо фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисеев. И сказал Господь Моисеев, завтра встань рано и явись пред лицо фараона, и скажи ему, так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли, но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. Вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. И так пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы. А кто не обратил сердце своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской. И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота. и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града. И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им, на этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновный. Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божьи и град, и отпущу вас, и не буду более удерживать. Моисей сказал ему, как скоро я выйду из города, простру руки мои к Господу, громы перестанут, и града более не будет, дабы ты узнал, что Господня земля. Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога. Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился, а пшеница и полба не побиты, потому что они были поздние. И вышел Моисей от фараона из города, и простер руки свои к Господу, и прекратились гром и град, и дождь перестал литься на землю. И увидел фараон, что перестал дождь и град, и гром, и продолжал грешить, и отягчил сердце свое сам, и рабы его. И ожесточило сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея. Глава 10 И сказал Господь Моисею, Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь. Моисей и Арон пришли к фараону и сказали ему, так говорит Господь Бог евреев, долго ли ты не смиришься предо мною, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, а если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра веду саранчу на твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града, объест также все дерева, растущие у вас в поле, и наполнить домы твои, домы всех рабов твоих, и домы всех египтян, чего не видели отцы твои, не отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до сегодня. Моисей обратился и вышел от фараона. Тогда рабы фараоновы сказали ему, долго ли он будет мучить нас, отпустись их людей, и пусть они совершат служение Господу Богу своему, неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет? И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им, пойдите совершите служение Господу Богу вашему, кто же и кто пойдет? И сказал Моисей, пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с валами нашими пойдем, ибо у нас праздник к Господу. Фараон сказал им, пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение, нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так как вы его просили, и выгнали их от фараона. Тогда Господь сказал Моисею, простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую, и поест всю траву земную, и все, что уцелело от града. И простер Моисей жезл свой на землю египетскую, и Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу, и напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную, и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой, во всей земле египетской. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал, согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз, и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть. Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвигнул Господь с противной стороны западный весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осезаемая тьма. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской три дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Фараон призвал Моисея и сказал, Пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами. Но Моисей сказал, дай также в руки наши жертвы и всесожжение, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу. И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон, пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое, в тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь. И сказал Моисей, как сказал ты, так и будет, я не увижу более лица твоего. Глава одиннадцатая И сказал Господь Моисею, еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян, после того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать с поспешностью будет гнать вас отсюда, внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. И сказал Моисей, так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из кота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне, и поклонятся мне, говоря, выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь, после сего я и выйду. И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею, не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали в сессии чудеса пред фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов израилевых из земли своей. Глава двенадцатая И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного Агнца по семействам, по Агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест Агнца, то пусть возьмет соседом своим ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на Агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечера. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание, никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому, одно то можно делать вам. Наблюдайте опресники, ибо всей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. С четырнадцатого дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб, до вечера двадцать первого дня того же месяца. Семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа-то истреблена будет из общества сынов Израилевых, пришелец ли или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейшин сынов Израилевых и сказал им, выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите пасху, и возьмите пучок из сопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил, и преклонился народ и поклонился. И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев земли египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал, Встаньте, выйдите из среды народа Моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите совершите служение Господу, как говорили вы, и мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите и благословите Меня. И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они, мы все помрем. И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло, вошни их, завязанные в одеждах их, были на плечах. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Рамсеса в Саков. До шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей, и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было четыреста тридцать лет. По прошествии четырехсот тридцати лет, в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых вроды их. И сказал Господь Моисею и Арону, вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее. Не выносите мясо вон и сделала все сыны израилевы, как повелел Господь Моисею и Арону, так и сделали. И в этот самый день Господь вывел сынов израилевых из земли египетской по ополчениям их. Глава тринадцатая И сказал Господь Моисею, говоря, Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложественно между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они. И сказал Моисей народу, Помните сей день, в который вы вышли из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь от Толи, и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяцы Авиви. И когда ведет тебя Господь в землю Хананея, и Хитеев, и Амореев, и Евеев, и Евусеев, о которой клялся он отцам Твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в семь месяцев. Семь дней ешьте пресный хлеб, и в седьмой день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть семь дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах Твоих. И объяви в день тот Сыну Твоему, говоря, «Это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком на руке Твоей и памятником пред глазами Твоими, дабы закон Господень был в устах Твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год. И когда введет тебя Господь в землю ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам Твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все разверзающее ложественно, и всякое первородное из кота, какой у тебя будет мужского пола, Господу. А всякого из ослов, разверзающего утробу, заменяй агнцем. А если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов Твоих выкупай. И когда после спросят тебя сын Твой, говоря, что это? То скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложественно мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке Твоей, и вместо повязки над глазами Твоими. Ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынною к Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав, «Посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». И двинулись сыны Израилевы и Сокхофа и расположились станом Вифами в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном светя им, дабы идти им днем и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Глава четырнадцатая И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пи-Гахерофом между Мигдолом и между морем пред Баал-Цифоном, напротив его поставьте стан у моря». И скажет фараон о сынах Израилевых, «Они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я же ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь». И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал и обратило сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали, «Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян? Чтобы они не работали нам?» Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собой и взял шестьсот колесниц отборных и все колесницы египетские и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами израилевыми. Сыны же израилевы шли под рукою высокой. И погнались за ними египтяне и все кони с колесницами фараона и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пигах и Рофе, пред Баал Цифоном. Фараон приблизился, и сыны израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны израилевы к Господу. И сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, «Оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моисей сказал народу, «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею, «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за вами и покажут славу Мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу Мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его. И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом сынов израилевых. И был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушью, и раступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу возрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян. И отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне, побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян. И сказал Господь Моисею, простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря, воды им были стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили. Глава пятнадцатая Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его вергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь муж Брани и Егова имя Ему. Колесницы фараона и войско Его вергнул Он в море, и избранные военачальники Его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, Десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты не зложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и Он попалил их, как солому. От дуновения Твоего раступились воды, влага стала, как стена. Огустели пучины в сердце моря. Враг сказал, Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом Твоим и покрыло их море, они погрузились, как свинец, в великих водах. Кто, как Ты, Господи, между богами, кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами Творец чудес. Ты простер десницу Твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистинских. Тогда смутились князья Эдомовы. Трепет объял вождей Моавицких, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы Твоей. Да они имеют, они как камень, доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел. Введи его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность. Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Мариам, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними, «Пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его ввергнув в море». И повел Моисей израильтян от Чермного моря, и они вступили в пустыню в Сур. И шли они три дня по пустыне и не находили воды. Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера — Горечь. Возроптал народ на Моисея, говоря, «Что нам пить?» Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его, и сказал, «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, и делать угодное пред очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я, Господь, целитель твой». И пришли в Элим, там было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых дерев, и расположились там станом при водах. Глава шестнадцатая И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, в пятнадцатый день второго месяца по выходе из земли Египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. И сказал Господь Моисею, «Вот я одождю вам хлеб с небом, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготавливают то, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых, «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господню, ибо услышал он ропот ваш на Господа». А мы что такое? «Что ропщите на нас?» И сказал Моисей, «Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против него, а мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». И сказал Моисей Аарону, «Скажи всему обществу сынов Израилевых, предстаньте пред лицо Господа, ибо он услышал ропот ваш». И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря, «Я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь Бог ваш». Вечером налетели перепела и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу». Вот что повелел Господь. Собирайте его каждый по стольку, сколько ему съесть, по гамору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте. И сделали так сыны Израилевы, и собрали, кто много, кто мало. И мерили гамором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка, каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей, «Никто не оставляй сего до утра». Но не послушали они Моисея, и оставили от сего некоторые до утра, и завелись черви, и оно восьмердело, и разгневался на них Моисей. И собирали его рано по утру, каждый сколько ему съесть. Когда обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гамора на каждого, и пришли все начальники общества и донесли Моисею. И он сказал им, «Вот что сказал Господь, завтра покой, святая суббота Господня, что надо б напечь, пеките, и что надо б наварить, варите сегодня». А что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восьмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей, ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня, сегодня не найдете его на поле, шесть дней собирайте его, а в седьмой день суббота, не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею, «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день». И покоился народ в седьмой день. И нарек дом Израилев хлебу тому имя Манна. Она была как кориандровое семя белое, вкусом же как лепешка с медом. И сказал Моисей, «Вот что повелел Господь, наполните манною гамор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской». И сказал Моисей Аарону, «Возьми один сосуд и положи в него полный гамор манны и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши». И поставил его Аарон пред ковчегом свидетельство для хранения, как повелел Господь Моисею. «Сыны Израилевы ели манну сорок лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли ханаанской, а гамор есть десятая часть эфы». Глава семнадцатая «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили, «Дайте нам воды пить!» И сказал им Моисей, «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, «Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждаю нас и детей наших и стада наши?» Моисей возопил Господу и сказал, «Что мне делать с народом Син? Еще немного и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею, «Пройди пред народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди». «Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. И нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. И пришли амалекитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей и пойди, сразись с амалекитянами, завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амалекитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, напишись ее для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память Амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Нисси, Ибо сказал Он, рука на престоле Господа, врань у Господа против Амалика из рода в род. Глава восемнадцатая И услышал Иофор священник Мадиамский тесть Моисеев о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор тесть Моисеев Сепфору, жену Моисееву пред тем возвращенную, и двух сынов ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей «Я пришелед в земле чужой, а другому имя Елиезер, потому что говорил он «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». И пришел Иофор тесть Моисея сыновьями его и женою его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией и дал знать Моисею «Я тесть твой Иофор иду к тебе и жена твоя и два сына ее с нею». Моисей вышел навстречу тестью своему и поклонился и целовал его и после взаимного приветствия они вошли в шатер и рассказал Моисей тестью своему обо всем что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля и о всех трудностях какие встретили их на пути и как избавил их Господь Иофор радовался о всех благодеяниях которые Господь явил Израилю когда избавил его из руки египтян и сказал Иофор «Благословен Господь который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой который избавил народ сей из-под власти египтян ныне узнал я что Господь велик паче всех богов в том самом чем они превозносились над израильтянами и принес Иофор тесть Моисеев все сожжения и жертвы богу и пришел Аарон и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред богом на другой день сел Моисей судить народ и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера и увидел тесть Моисеев все что он делает с народом и сказал что это такое делаешь ты с народом для чего ты сидишь один а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера и сказал Моисей кестью своему народ приходит ко мне просить суда у бога когда случается у них какое дело они приходят ко мне и я сужу между тем и другим и объявляю уставы божьи и законы его но тесть Моисеев сказал ему нехорошо это ты делаешь ты измучишь и себя и народ сей который с тобою ибо слишком тяжело для тебя это дело ты один не можешь исправлять его итак послушай слов моих я дам тебе совет и будет бог с тобою будь ты для народа посредником пред богом и представляй богу дела его научай их уставам и законам божьим указывай им путь его по которому они должны идти и дела которые они должны делать ты же усмотри из всего народа людей способных боящихся бога людей правдивых ненавидящих корысть и поставь их над ним тысячи начальниками сто начальниками пятидесяти начальниками и десяти начальниками пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе а все малые дела судят сами и будет тебе легче и они понесут с тобою бремя если ты сделаешь это и бог повелит тебе то ты можешь устоять и весь народ сей будет отходить свое место с миром и послушал Моисей слов тесте своего и сделал все что он говорил и выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа тысячи начальниками сто начальниками пятидесяти начальниками и десяти начальниками и судили они народ во всякое время о делах важных доносили Моисею а все малые дела судили сами и отпустил Моисей тестя своего и он пошел в землю свою глава девятнадцатая в третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской в самый день новолуния пришли они в пустыню Синайскую и двинулись они из Рефидима и пришли в пустыню Синайскую и расположились там станом в пустыне и расположился там Израиль станом против горы Моисеев зашел к Богу и возвал к Нему Господь с горы говоря так 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 скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым вы видели что я сделал египтянам и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе и так если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой то будете моим уделом из всех народов ибо моя вся земля а вы будете у меня царством священников и народом святым вот слова которые ты скажешь сынам Израилевым и пришел Моисей и созвал старейшим народа и предложил им все сии слова которые заповедал ему Господь и весь народ отвечал единогласно говоря все что сказал Господь исполним и донес Моисей слова народа Господу и сказал Господь Моисею вот я приду к тебе в густом облаке дабы слышал народ как я буду говорить с тобою и поверил тебе навсегда и Моисей объявил слова народа Господу и сказал Господь Моисею Пойди к народу и освети его сегодня и завтра пусть вымоют одежды свои чтоб быть готовыми к третьему дню ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай и проведи для народа черту со всех сторон и скажи берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее всякий кто прикоснется к горе предан будет смерти рука да не прикоснется к нему а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою скот ли то или человек да не останется в живых во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору и сошел Моисей с горы к народу и осветил народ и они вымыли одежду свою и сказал народу будьте готовы к третьему дню не прикасайтесь к женам на третий день при наступлении утра были громы и молнии и густое облако над горою и трубный звук весьма сильный и вострепетал весь народ бывший в стане и вывел Моисей народ из стана в сретение богу и стали у подошвы горы гора же синая вся дымилась от того что господь сошел на нее в огне и восходил от нее дым как дым из печи и вся гора сильно колебалась и звук трубный становился сильнее и сильнее моисей говорил и бог отвечал ему голосом и сошел господь на гору синаи на вершину горы и призвал господь моисея на вершину горы и взошел моисей и сказал господь моисею сойди и подтверди народу чтобы он не порывался к господу видеть его и чтобы не пали многие из него священники же приближающиеся господу должны осветить себя чтобы не поразил их господь и сказал моисей господу не может народ взойти на гору синаи потому что ты предостерег нас сказав проведи черту вокруг горы и освети ее и господь сказал ему пойди сойди потом взойди ты и с тобою аарон а священники и народ да не порываются восходить господу чтобы не поразил их и сошел моисей к народу и пересказал ему глава двадцатая и изрек бог все слова сии говоря я господь бог твой который вывел тебя из земли египетской из дома рабства да не будет у тебя других богов пред лицом моим не делай себе кумира и никакого изображения того что на небе верху и что на земле внизу и что в воде ниже земли не поклоняйся им и не служи им ибо я господь бог твой бог ревнитель наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов любящим меня и соблюдающим заповеди мои не произноси имени господа бога твоего напрасно ибо господь не оставит без наказания того кто произносит имя его напрасно помни день субботний чтобы светить его шесть дней работой и делай всякие дела твои а день седьмой суббота господу богу твоему не делай воны никакого дела ни ты ни сын твой ни дочь твоя ни раб твой ни рабыня твоя ни скот не пришелец который в жилищах твоих ибо в шесть дней создал господь небо и землю море и все что в них а в день седьмой почил посему благословил господь день субботний и осветил его почитай отца твоего и мать твою чтобы продлились дни твои на земле которую господь бог твой дает тебе не убивай не прелюбодействуй не кради не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего не желай дома ближнего твоего не желай жены ближнего твоего ни раба его ни рабыни его ни вола его ни осла его Ничего, что у ближнего твоего Весь народ видел громы и пламя И звук трубный и гору дымящийся И увидев то, народ отступил и стал вдали И сказали Моисею Говори ты с нами, и мы будем слушать Но что бы ни говорил с нами Бог, дабы нам не умереть И сказал Моисей народу Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас И чтобы страх Его был пред лицом вашим Дабы вы не грешили И стоял народ вдали А Моисей вступил во мрак, где Бог И сказал Господь Моисею Так скажи сынам Израилевым Вы видели, как я с неба говорил вам Не делайте предо мною богов серебряных Или богов золотых не делайте себе Сделай мне жертвенник из земли И приноси на нем все сожжения твои И мирные жертвы твои Овец твоих и волов твоих На всяком месте, где я положу память имени моего Я приду к тебе и благословлю тебя Если же будешь делать мне жертвенник из камней То не сооружай его из тесаных Ибо как скоро наложишь на них тесло свое То осквернишь их И не всходи по ступеням к жертвеннику моему Дабы не открылась при нем нагота твоя Редактор субтитров А.Семкин